Всем привет! Меня зовут Юля, и мы с вами в настоящей деревне. Сегодня мы будем искать маленького ослика. Но для начала узнаем его приметы. Пойдем к местным. Здравствуйте, Вадим! Здравствуйте! Расскажите, где вы видели ослика в последний раз? Это было далеко, за морями. А где именно? В славной стране Черногория. Так, хорошо. А какого был он цвета? Такого столистого, металлического. Расскажите, а он пушистый был? Он гладкий, абсолютно гладкий. Гладкий? Прям блестящий. А сколько он весил? Килограмм сто. Сто? Он же металлический. Это... Это я зря сказал. На самом деле, Вадим самый настоящий кузнец. Его стакилограммовый ослик может стать символом города-бар в Черногории. Давайте посмотрим, в каких условиях работает Вадим. Начать надо, наверное, с того, что это место, оно для меня, оно очень важно. Здесь была мастерская моего деда. То есть здесь были инструменты разные. И я с детства к этому, в общем-то, имел доступ. И все это приветствовало все мои рукоделия. А как давно появилось это место? Оно было всегда просто. Каменные стены выросли где-то лет 15 назад. А покажите нам какие-нибудь изделия, что вот уже готовое. Ну вот, возьмите цветочки, например. Тема цветов, она очень благодарная. Никогда не завяна, да? Да, да. Мне доводилось делать сакуру, сирень, ландыши. Это вы дарите? Или просто? Сейчас? Нет, вообще. Да, бывает, я дарю. И сейчас. Ну, естественно, сопутствующие товары, да. Это историческая копия. То есть были в раскопках найдены такие ножи, но с успехом повторяются. У меня это одно из упражнений для студентов. Понимаю, что это все мужское дело, но вы не представляете просто какой любопытный человек. И я просто очень хочу попробовать что-то смастерить с вами, если это возможно. Ну, почему бы нет? Может быть, смастерим символ вашей деревни, раз уж есть в городе бар символ их, тогда... Сразу приходят в голову рабочие колхозницы. Серб надо делать. А, серб, а молот? Надо делать серб. А молот есть? А, молот есть. Давайте. Отлично. Вот эта форма. Это настоящая форма? Да. Все по-честному. Она мне немножко большевата, конечно, но ничего страшного. Ну, так нормально вполне. Неудобно. Ну, я просто слишком худенькая. Шутка. Расскажите, как называется это сооружение? Это называется... Это не печка же, правильно? Это называется кузнечный горн. Можно печью назвать, но это горн закрытого типа. Угу. То есть снизу подается воздух. Воздух кислород, как вы знаете, да? Да. И он поддерживает горение, помогает вот эту высокую температуру нам. Давайте, можно ли я попробую так? Надо нам зарыть заготовочку, чтобы она была... Там, просто так, ну, как бы... Да-да-да. Прекрасно. Можно взять молоточек, да хотя бы вот этот. Давайте. И... Или вот этот вот еще лучше. Вот. Вот. Его можно хотя бы почувствовать. Они такие тяжелые. Двумя руками можно. Двумя руками. Да-да-да-да. Напрягай. Оп. Ну, с заготовочкой. И вот таким образом по нему можно стучать. Давай. Давай. Давай-давай-давай. Так. А теперь по очереди. Ага. И раз. Я правильно стучу? Да. Отлично. Немножко стало уже труднее, да? У меня нервы. Видите, вот из полоски мы уже... Да, мы сделали уже. Какая-то форма застренной. Хорошо, пока мы с вами делаем, расскажите вообще, как вы начали заниматься этим делом, где вы обучались, насколько это сложно? Обучался я в педагогическом университете ленинском. В Москве или? В Москве. В Москве был выбор пойти учителем труда в школу или вот какую-то альтернативу найти. В школе 293 на ВДНХ была построена кузница учителями труда как раз. И вот туда я по счастливой случайности попал и там и остался работать. 30. 30. Насколько это сложно? И мне вот интересно, если бы вернуться назад и у вас был бы выбор кем быть, вы бы вновь выбрали это дело или нет? Однозначно. До сих пор у меня глаза горят от металла. Мне очень нравится, чем я занимаюсь. Сейчас я чуть-чуть. Вы подравниваете. Да, 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 да. Это правда серб получается. То есть металл, он позволяет нам форму задать любую. Теперь мы будем его затачивать, наверное. Будем заострять. Затачиваться он. Тихо. Нужно говорить нельзя. Ну, сделала уже, все теперь. Будем интересную такую операцию делать. Затачивать его будем вот сюда вот. Давай, на себя прям. На меня? Да, да, да. Вот так вот. Так бить? Да, можно сильнее в три раза. Давай. А заметь, что он разгибается в обратную сторону. Давай, по кончику немножко. Молодчина. Хорош. Я буду конституционной, не буду, я бы на листах. Так, поправим чуть-чуть. Да, поправьте. И раз мы увидели, что он разгибается, есть смысл согнуть. Вы поэтому худенький, ну как бы. Да, худенький. Тут не разжиреешь такой работой, как в бане. Ну, согласитесь, что это довольно грязное дело. Ну да, довольно грязное. А как вообще относятся к этому ваши дети, ваша семья? К вашему занятию. Это вопрос такой провокационный. Дети очень довольны, они любят грязь. Да. Ну, конечно, убирать и мыть, и стирать это все немножко. Ну, нагрузки больше, да. Ну, тем не менее, еще чуть-чуть, так. И можно вот сюда вот стучать, поострее его делаем вот сюда. Правильно? Да. Надеюсь, вас слышно. Расскажите, какая это техника ковки? Мы сейчас металл расплющиваем. Это, наверное, самое основное, да? Идет отбивание, да, отбивание вот этой грани серпа. Есть много операций, основных их там видов 7, наверное. А это вот, когда вы гнули, это тоже техника? Ну, конечно. Это как называется? На самом деле, вот сколько... Вот этот инструмент называется вилка. Да. Вот. А есть еще вилка на палке, сейчас покажу. Вы его вставляете. Мы ее, да, называем ванек. И вот сочетание вот этих двух инструментов нам может дать возможность, сейчас покажу вам, согнуть совершенно в любом месте очень точно. То есть, независимо от того, где нагрета заготовка, если я вот ее зажал, да, и перехватил ваньком, я могу именно в этом месте погнуть. Видите? Ну что, уже так немножко на серп похоже, да? Очень похоже, да. Сейчас по времени уже мы сейчас делаем ручку, наверное. Угу. Делаем ручку. Я держу. Вытаскиваем заготовку и последний... И там закалка. Последний штрих. Класс. Вода пожелтее. Да, можно чай заваривать. Представляете, всего лишь за полчаса мы с Вадимом сделали символ деревни. У меня теперь есть серп. А у меня молов был и есть. И что это значит? Значит, фото. Да, значит, нужно сделать фотографии. Вы не представляете, сколько я скинула калорий. Мне очень понравилось. Спасибо вам за такой познавательный урок. Благодарю. Вот, кресток-кресток. Как там у нас? Спасибо. 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 Спасибо.